итак друзья всем привет сегодня мы с вами будем как старые добрые собственно говоря рассматривать интересные плагины для фильмы потому что я так понял что after effect не очень но кому-то интересен или залетает не знаю почему но давайте попробую вернуться к тому что было более интересным и будет делать то что интересно также в дальнейшем буду снимать очередные видосы про нейронки вот ну и посмотрим может быть еще что-нибудь делать по профильму потому что фигма как вы знаете уже успела два раза обновиться после того как адоб и выкупил он целом ну прям супер кардинальных нету изменений но есть очень даже полезные штуки которые появились которых не было предыдущих версиях вот но сегодня мы с вами рассмотрим про плагины про работу с текстом вот как всегда отобрал три штуки значит телеграм-канал выложил что это за плагины но либо тут записывайте запоминайте смотрите как удобнее вообще подписывайтесь потому что много разного интересного вот телеграм-канале и на канале конечно же давайте приступим значит первый плагин которого мы с вами рассмотрим я думаю что на самом деле тот довольно-таки очень полезный плагин называется он font preview насколько вы знаете давай сейчас мы быстренько его отодвинем пока что да так он нам не интересен давайте допустим напечатаем какой-то текст так ну естественно что мы еще будем печатать давайте напечатаем так хасал допустим и смотрите то есть в чем было вообще остается было есть проблема в том что выборе шрифта у нас как бы шрифтов то много насколько я еще понимаю что все эти шрифты они синхронизируются у фильма с google font получается да и здесь как бы очень много но в чем проблема то есть по памяти допустим какие-то шрифты которые я там знаю да допустим не знаю по моему озоник у меня был установлен до такой вот шрифт потом но в общем если вы хотите найти какой-то свой шрифта вам по идее нужно знать его название да как бы вот то есть если мы не помним его название то дело гиблое потому что вот это прощелкать либо поставить вот так вот и стрелкой прощелкивать каждый шрифт ну довольно таки проблемно то есть это все потому что у фигмы нету превью то есть мы не видим чего вообще щелкаем какой шрифт и вот тут вот наугад можно было в этом списке просто запутаться да то есть но здесь слишком много разного поэтому сделали вот такой вот плагин принципе он есть уже давно я и сам периодически пользуюсь давайте значит прописан в этой строчке строчке прописываем допустим примерного допустим можем либо слово какое-то да либо заголовок какой-то вести что угодно и собственно игра в этом окошке мы видим предпросмотры каждого шрифта то есть эти все шрифты то что у нас сейчас установлено да вот то есть можем промотать посмотреть какие-то шрифты идут от google фонса какие-то струйные наверно фильму ну естественно какая-то части которой мы сами как бы докидывали чем удобно тем что если допустим забыли название шрифта или не знаете какой шрифт вообще выбрать принципе можно все дело вот этого здесь просмотреть как бы да все видим все прописано все хорошо все круто все интересно все удобно то есть я надеюсь что в будущем конечно фигма это исправит и будет то же самое как там не знаю фотошопе том же самом можно будет спокойно я уже в заводских скажем так на стоечках до штатах можно будет все это проверять смотреть но пока что пользуемся плагином на тот случай если что-то не можем где-то подобрать очень полезный плагин поэтому советую конечно же знаете какой интересный наш шрифт то есть мы получается щелками он применяется к нашему тексту вот и собственно говоря все вот и берем пользуемся очень-очень удобно советую значит давайте дальше рассмотрим следующий следующий у нас будет с вами плагин называться не буду короче даже уговаривать пытаться я вам просто выложу и сын и цен для 3 grid фонд по эриджин по эрин перинж но в общем вы поняли довольно таки забавно звучит когда так все это дело произношу но тем не менее что за плагин плагин помогает вам с теми же самыми google форту получается он синхронизирует он помогает подобрать пару то есть если мы ищем текст нам нужен какой-то парный текст допустим да там один моим будем использовать для заголовков другое для текста основного какого-то до для либо под заголовки либо текстовый кит вставки в общем он генерирует очень тоже простой в использовании здесь получается то есть он получается рандомно да вам подбирая шрифты а вы уже дальше можете сейчас вы видите можете выбирать что вам нужно что интересно можно включить dark вот сейчас покажу давайте одну сделаем вот нажимаем create одну делаем получается давайте не на dark моде а вторую сделаем dark мод сейчас увидим чем она будет отличаться так наверное она где-то создается тот походил а вот понятно сейчас надо вот это сдвинуть или нет вот оно все есть давайте этот фрейм отодвинем смотрим что у нас получилось во первых он нам пишет название шрифтов всегда в то есть где идет название фрейма он пишет что с чем микс а новость до то есть лата медиа лото булт получается да тут микс а но все здесь вот но это не совсем конечно парный это просто разные начертания да видим мы болт здесь у нас вот идет хотя бы вот разная да то есть у нас здесь вот этот робота идет болт и барлы extra light идет extra light но это наверно да вот он типа супер тоненький типа идет вы здесь тоже получать сладо с брата регуляром получается да вот то есть вот такой вариант ну как мы видим то есть dark mode по сути просто делать темную подложку когда тут светлое в принципе можно просмотреть то есть мы видим да какой будет использоваться опять же по размерам до по размерам по начертанию то есть видим что это нас лото а вот это у нас брата получается дать текст и вот он пошел на кнопки у нас тоже какой получается текст тоже вот лото получается то что на заголовке шло видим как бы вот как раз все весь алфавит разложено то есть принципе можно на глаз прикинуть что как будет смотреться также можно вот так вот на фонах каких-то цветных да как это будет выглядеть если мы делать какие-то карточки например зато будем считаю очень удобно потому что довольно таки сложно бывает подобрать какой-то парный шрифт чтобы он правильно сочетался если конечно но не знаю есть какая-то своя идея свое видение это круто будет сочетаться это конечно классно но допустим если делать какой-то более коммерческий проект то довольно таки было бы но легко и просто в принципе через таким вот таким способом таким плагином быстренько подобрать пару то есть допустим да нам понравилось вот это по размерам да какие подзаголовки какие заголовки какой текст будет тут все уже в принципе раскидано тут даже на самом деле идет в авто лояуте получается у нас вот во фрейм получается такой сжато все мы можем даже отступы тут какие-то посмотреть но это все крайне индивидуально скажем так вот то есть возможно в проекте у вас будут другие отступы но тем ни менее плюс минус тоже какая-то полезная информация отсюда может быть взята вот то есть ну и все каждый текст мы можем его во-первых прощелкать во вторых здесь в настройках мы можем видеть название текста да там размеры его то есть тоже все очень удобно довольно таки сделано советую этот плагин вот так давайте пока это оставим дело и следующий плагин который мы рассмотрим просто тоже недавно у меня была задача мне нужно было текст раскидать по кругу нам есть несколько плагинов которые раскидывают текст по кругу то есть который фигуре делает привязку точнее так есть один плагин который именно по кругу а есть плагин который к любой там то есть по пути то есть мы можем допустим кривую какую-то задать вот давайте сейчас возьмем перо зададим там не знал такую вот волную там кривую не будем не чушь ни больше делать так нажимаем ok все вот у нас допустим есть такая вот кривая прямая неважно как но то есть такая фигура даже скорее тогда будет вот у нас есть текст давайте знаете на какой-то мелориак поменяемся вот так вот пускай будет у нас с вами есть текст а теперь чтобы нам по этому пути проложить наш шрифт как бы вот даже мы его давайте знаете как мы сейчас возьмем мы даже не возьмем его дублировая дублируем и сейчас точнее вот так дублируем потом вот так через пробел ставим ставим вставим предположим у нас вот такой вот и слова который повторяется нам нужно его по этому пути расставить и что мы делаем находим плагин плагин называется у нас вот так тупас здесь получается он говорит о том что здесь можно туториал посмотреть да небольшой там рассказывается чего-то чего-то как и что короче за что отвечает но я вообще все покажу выбираем шрифт и выбираем в зажатым шрифтом фигуру у нас появляется вот такой вот так уж когда мы все правильно выбрали нас появляется такое окошко сейчас покажу за что вот эти вот показатели даже но это как баб сдвиги другая вертикальные горизонтальные сдвиги пускай сейчас пока что по 0 5 стоят а все таски получается расстояние между либо надписями либо шрифтами сейчас мы точно увидим и здесь ротация идет то есть у нас либо идут все а по направлению нашей кривой как бы до шрифты либо они но можно реверс включить понятно то есть мы либо прямо либо реверсом также здесь можно выбрать получается слева справа у края по центру то есть я будешь все вот это размещаться давайте пока что просто нажмем link вот увидели что у нас поставила сюда стало теперь мы видим что у нас по сути текст ну все получается стоит все круто смотрите если мы начнем менять вот эти вертикальные горизонтальные сдвиги это мы видим то есть насколько он сдвигается от нашего пути то есть по горизонту или по вертикали вот это мы пощелкали вертикаль давайте теперь пощелкаем вот так вот горизонт но я видим что все скажет две дни очень заметно сильно прям я заметного то есть буквы по чуть-чуть ходят то есть в принципе в зависимости от вашей фигуры можно довольно таки ну легко и просто все это дело подгонять также мы можем давать добавим offset вот со все то мы видим что точнее этот и даже не между шрифтами получается сдвиг а это скорее всего сдвиг от начала пути до конца то есть вот мы сейчас на 23 пикселя сделали видим что вот в этом участке у нас двигается да она как бы проталкивать чуть вперед мы допустим можем оставить так все зависит опять же конкретно в какой-то фигура пути то есть как вы что зададите где что будет вас стоять также мы можем просто сдвинуть либо на центр либо справа либо слева то есть вот ну все принципе видно все легко и просто да если реверс еще щелкнет увидим что он просто в реверсе как бы отразился у нас вот в принципе все удобный тоже плагин давайте знаете еще как попробуем давайте это все дело оставим давайте возьмем так сделаем кружочек например сейчас по кругу как раз да сделаем кружок давайте сейчас наш прям немножко расширим вот сюда вниз делали кружок например да так выберем его и давайте вы сейчас этому кругу мы сейчас его сделал во первых линию давайте день трешечку поставим до заливку уберем вот так вот все это дело отложим теперь опять запускаем наш плагин так тупас выбираем наш трасс и зажатым шифтом выбираем 2 видим все у нас появилась опять ну давайте линка не а он не дает линка ночь а почему а потому что так потому что он пишет те кто же залинкован да ну вот нет насчет не так выбирал очлинку им опять видим вот как у нас сюда по окружности как раз расстрелилась также мы можем опять либо вот эти вертикальные горизонтальные сдвиги до сделать то есть видим как все это работает на самом деле удобно вот потом человек можно еще сделать по центру сбоку справа слева ну допустим как то вот так либо опять же видите если что-то нам не нравится допустим нам нужно сделать вот таким полукругом текста мы можем и зажать здесь вот эту стрелочку чуть-чуть подождать потому что на медленно немножко или мы можем поправить там на 750 уже было поставить короче мы можем все это делала покажу и подогнать сейчас вот только странно почему-то буквы куда-то исчезли либо мы можем от оставить дело все вот так а потом просто взять и повернуть вот так вот зажатым шифтом будет плюс-минус ровно крутить то можно чуть-чуть подогнать допустим вот и все и получается что у нас получился текст здесь его копирует все вот эти вот шрифты вот эту фигурку мы можем скрыть и то есть мы фигуру как бы уже не видим у нас создается вот такой отдельный получается отдельная группа с шрифтом дайк вот кружок мы можем удалить этот либо вы вскрыть его да и плюс минус там я знаю потом вот так вот более-менее ровненько вот так выровняться вот пользуйтесь не знаю прикольные очень плагинная очень полезная очень часто ускоряют как бы весь путь работы вот помогает и подобрать шрифты расположить его как нужно поскольку фигу именно таких ну как фотошопе нету стройной функцией поэтому приходится как всегда искать плагина а на сегодня все подписывайтесь ставьте лайки как обычно дальше будем продолжать что-нибудь интересное снимать посмотрим насчет автор эффекта еще подумаю потому что черт как-то он походил не интересен не залетает ну и ладно все спасибо всем пока